В этом ролике я расскажу про карьеру после 30 лет, типичные ошибки, мои ошибки, да и вообще поделюсь с вами опытом. Напоминаю, вы на канале 30+. Я Алена, медицинский психолог, нутрициолог, пока еще блогер. Сегодня с вами говорим про смену карьеры после 30 лет и какие типичные ошибки. Напоминаю, что я тоже обычный человек, буду рассказывать про своих клиентов и про себя лично. За свою жизнь я очень много меняла различных работ, но в одном направлении. В основном это было направление консультирования и психологии. Потом подвязалась нутрициология и терапия при помощи добавок, питания, витаминов. Но это вторично, первично, я все равно консультировала как медицинский психолог. Мне было очень-очень сложно начать говорить на камеру, мне было очень сложно вообще завести блог и рассказывать о себе. Ведь так удобненько сидеть в кабинете, где у тебя есть подопечный, приходит к тебе по часам. И ты, грубо говоря, не должен ни показывать себя никому, ни рассказывать. У тебя уже все идет по накатанной. Но так случилось, что я переехала и сложились обстоятельства, что я оказалась в другом городе, где нет абсолютно друзей и есть только один близкий человек. Слава богу, есть этот человек. Соответственно, я решила, что больше с серьезными депрессиями я не хочу работать. И хочу работать с чем-то более легким и начала включать новые знания. И эти знания были в маркетинге, в СММ, но они были поверхностными. До где-то 25 лет у меня было все супер хорошо со своей работой, что меня эти темы абсолютно не касались. И это как называется сарафанное радио, когда тебе не нужно быть самим радио, да. И к тебе и так тянутся, потому что ты помогаешь. И такой момент, что в 30 лет я поняла, что я хочу пробовать, я хочу еще чего-то, я хочу развиваться. И не только в той сфере, в которой я уже и так профессионал. Другой момент, в 30 лет достаточно непросто начать что-то делать с нуля, потому что, когда у тебя есть какие-то скиллы, которые ты уже отработал, да. Отработал, они в принципе тебе пригождаются, как я говорю. Но есть какие-то моменты, которые связаны с хроническим стрессом, возникающим, например, от тех или иных жизненных обстоятельств. Что хочется сказать? Хочется сказать вот что. Когда вам 30 лет, очень важно подходить четко к своим задачам и четко к своим выборам. Потому что, когда тебе 18, 20, 25, ты достаточно молодый, у тебя куча энергии, куча сил, и ты можешь еще разбрасываться. Когда тебе 30, обычно это дети, обычно, ну, может не у всех есть дети. Обычно это уже другое мышление. И действительно, смена карьеры после 30 лет, она возможна и даже очень реальна. Но есть супер такой момент. Нужно идти в соответствии со своими целями и со своими запросами. Если мы с вами говорим про запрос того, что хронический какой-то стресс, то вы не должны искать работу на этой почве и в каком-то вот таком состоянии. И в 30 лет можно поменять любую область, любую профессию. Главное не распыляться и не бежать за теми, кто впереди вас. А-ля я буду таким же, я хочу подражать, но это может быть не про вас. Кто-то идет в дизайн, кто-то идет в программирование. Хотя, может, у этих людей даже абсолютно нет желания туда идти. Просто так модно, так сказали, так подсказали. И поэтому, когда тебе 30, ты уже осознанно можешь, зная себя, сказать, что тебе нравится, что тебе подходит, а что тебе бесит и что вообще ни разу не твое. И когда мы с тобой говорим про 30+, то здесь очень важно оценивать свою еще и ресурсность. Только ты знаешь, где у тебя косяки, где у тебя ошибки, где у тебя состояние, которое бывает что-то блокирует, что не дает сразу чувствовать там различные вещи. И могу сказать, что типичные ошибки людей после 30 лет это идти за деньгами только, не думать о своем опыте и своих желаниях. Хотя, многие так делают, но на самом деле не всегда, да, в 90% несчастливы. В 30 лет вы четко уже должны понять, в принципе, какие у вас есть реалии, регалии и от чего вас тошнит. Кого-то от яиц, кого-то от рыбы, а кого-то от блогерства. И поэтому, если, например, вы не любите то, что вы делаете или то, чем занимаетесь, лучше ищите что-то, что подойдет вам по характеру, темпераменту и энергии. Почему? Потому что очень многие выбирают достаточно странно, а-ля, как говорится, что бы было. И после 30 лет, на самом деле, так же, как и в 20, можно начать и выучить любое дело. Я тому пример. Но очень важно еще знать свои особенности. Особенности организма, особенности поведения и особенности стресса. У всех это разная история, то есть стрессогенные факторы у всех разные. Но каждый может с этим справиться. Напишите, вы ли пробовали менять карьеру после 30, куда вы шли и от чего вы отталкивались? От денег, от финансов, от здоровья, от мечты, от чего? Что это было? И самые типичные ошибки – это уходить от желаний. То есть многие уходят за деньгами, за чем-то этим и уходят от своих желаний и еще больше терпят неудачу. Поэтому, ребят, старайтесь идти в ногу, как я говорю, с собой, чтобы ваши ноги вели вас туда, где вам хорошо и вам комфортно. Пишите вопросы, я с радостью вам отвечу, потому что те, кто в 30 лет меняет профессию, я считаю, они герои. Есть у меня клиенты, которые в 40-50 меняют, но в 30 многие не могут решиться, потому что появляется семья, появляются дети. У кого-то ипотеки какие-то, у кого-то какие-то такие вопросы, связанные с финансовыми обязательствами. И поэтому в 30 лет – это прям такие ошибки, которые лучше не совершать. И напоминаю еще один момент. В 30 лет нельзя говорить себе «нет». Как бы вам не было плохо, как бы вам не было тяжело, но на самом деле это история, которую максимально-максимально важно себе давать и помогать. Пишите вопросы.